D-A-R-I-A А сейчас мы идем на шоу Market Top Shop, которое, кстати, в этот раз пойдет в здании бывшего рыбного базара. И я думаю, это будет страшно интересно. Во-первых, он находится на берегу Темзы, и вид здесь просто потрясающий. Ну, идемте внутрь, посмотрим, что там. Показ Market Top Shop все в Лондоне всегда ждут с нетерпением. Причина в том, что эта компания не копирует дизайнерские идеи, как в основном делают масс-маркет-бренды. Она их создает. Все тенденции, которые придумывают Top Shop, потом наследуют другие дизайнеры. Вот это действительно интересно. Создавая эту коллекцию, мы вспомнили об образе Круэллы Девиль из фильма «101 Далматинец». Взяли что-то от Art Deco и Америки 30-х годов, а также насмотрели станцев в исполнении Мадонны. И самый главный факт о британской марке Top Shop – это то, что они уже в течение 10 лет очень активно спонсируют и поддерживают молодых британских дизайнеров, которые за это делают специальные коллекции одежды для Top Shop, которые считаются пультовыми у британских модников. Я горжусь тем, что мы помогаем молодым талантам развиваться, сотрудничать с мировыми дизайнерами, даем им хорошую платформу для их старта. Для них это идеальный толчок вперед. Британия всегда была богатой на таланты. Наша задача состоит в том, чтобы вовремя обнаружить в них хороших дизайнеров. Далее в программе. Королева британского панка Вивьен Вествуд и человек, стоящий за ее успехом. Вивьен Вествуд по праву считает королевой британской моды. Ее показы в Лондоне привлекают внимание всей модной публики. Ее здесь по-настоящему уважают и боготворят. Правда, мало кто догадывается, что за успехом этой великой женщины стоит ее муж Андреас Кранталер. Последние 20 лет они не расстаются. Все коллекции создают вместе. Они поженились, когда ему было 27, а ей 52. Разница в возрасте в 25 лет совсем не сказалась на их творческом союзе. Андреас, скажите, как вы делите полномочия со своей женой, создавая коллекции? Не имеет значения, кто из нас придумал идею, а кто забраковал. Мы всегда идем по жизни рука об руку. Не знаю, нуждается ли во мне Вивьен настолько сильно, насколько я нуждаюсь в ней. Последнее слово всегда за Вивьену. Она оценивает все мои действия и решения, так же, как и я ее. Так что мы просто необходимы друг другу. Думаете, Вивьен также нуждается в вашей оценке, как и вы в ее? Конечно. Каждому дизайнеру, каким бы великим он ни был, нужен советчик. Нужен тот, кто мог бы покритиковать его и посмотреть на его творчество со стороны. Каждый из нас должен знать свои слабые и сильные стороны. И уметь их сбалансировать. Да и вообще, жизнь лучше, когда кто-то есть рядом. На ваш взгляд, какое самое большое достижение вашей жены в мире моды? То, что она до сих пор в нем остается и что тяжело работает изо дня в день. Это требует серьезного душевного равновесия. Именно на показе «Королевы панка», как до сих пор называет Вивьен Вестфуд в Британии, мы встретили самое большое количество экстравагантной публики. Хотя для них это самое обычное дело. Мне просто нравится наряжаться. Я сам для себя создаю свое шоу. Просто одеваюсь так, как я это чувствую. В Лондоне люди не хотят подчиняться каким-то старым правилам и выглядеть обычно. Именно поэтому изо всех сил пытаются оригинальничать и от этого получать массу удовольствия. Все мои друзья одеваются только ради удовольствия. А разве это нарушение? В Лондоне одеваться эксцентрично – это норма. На показе «Вивьен Вестфуд» мы встретили и скандально известную британскую художницу Трейси Эмин. К слову, именно ей супермодель Кейт Мосс доверила организацию своей предстоящей свадьбы. Я здесь из-за Вивьен. Я ее давний друг и поклонница. Мне нравятся ее показы тем, что они мне больше напоминают перформансы, нежели модные шоу. Они полны идей. Вивьен пытается своими коллекциями достучаться до людей, обратить внимание на проблему защиты окружающей среды и прав человека. Дизайнер «Вивьен Вестфуд» – известный борец за права человека. Раньше она устраивала манифесты и демонстрации, а сегодня все свои высказывания совершает посредством своих коллекций. На подиуме. Уверена, с таким макияжем я могу не на шутку испугать. Далее в программе. Самое масштабное шоу недели моды в Лондоне. Дом Бербери показывает свою коллекцию под вихлей снега и транслирует показ на главной площади Лондона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok